привет участникам гильдии а также одиноким странникам и всем сюда входящим продолжаем цикл уроков по zbrush и сегодня рассматриваем маскирование один из китов на которых строится большинство процессов моделирования скульптинга и прочих операций в zbrush и так маскирование это защитный механизм и уже говорили о ней вкратце когда касались режима кистей который позволяет защищать модель от воздействия в том месте где проходит маска сегодня рассматриваем маскирование более подробно и нужно сказать что она применима только в режиме редактирования 3d объектов примеру это будет работа для деформаций вот так если увеличивать какие-то параметры изменять то замаскированной области подвергаться воздействию не будут ну мы работаем по большей части своих полимыш 3d и здесь маска очень часто инструмент и так повторим сочетание клавиш которые позволяют работать с маской активируется зажатым control если на модели можно рисовать если за пределами модели можно растягивать форму до сжатый пробел будет перемещать эту маску можно маскировать control плюс зажатый alt будет снимать выделение с маски здесь есть разные режимы этой кисти лассо кривая круг идеальный круг ректенгл идеальный ректенгл квадрат по сути когда маска на модели есть control клик в ю порте свободной области инвертирует маску control расчерк снимает маскирование и для отображения маски более насыщенным цветом или менее насыщенным цветом меню preferences edit есть параметр mask object dimming то есть увеличивая на максимум маска сейчас будет более выраженный цвет такой иметь темный соответственно меньший параметр будет делать ее менее активной это не значит что маска будет слабее просто отображение ее изменится по сути она также будет действовать при различных этих параметрах еще один здесь параметр есть control click to blur mask если он нажат то control клик на маске будет ее блюрить если он снят то блюрить можно только через меню маскин которому и приступаем сейчас для изучения и так эту функцию мы оставляем включенной control клика в маске блюрит ее control alt клик в маске наоборот и и шарпит также для скрытых частей если оставить какую-то часть можно быстро маскировать нажав control и кликнув в ю порте сокрытие можно снять показать всю модель и маска будет только на этой части точно также можно маскировать всю модель то есть control клик свободной области холста маскирует всю модель неважно частью будет или вся модель там будет будет маскироваться видимая область в режиме наличие поле групп если есть различные поле группы сейчас поле группа 1 добавлю еще каких-то поле групп вот так 4 поле группы получается и в режиме перемещения транспорт например move перемещение control клик по поле группе будет маскировать все поле группы кроме той на которую пришелся клик то есть маску если снять сейчас кликнуть сюда то видно что замаскированы все оставшиеся полигруппы кроме той по которой мы кликаем это в режиме именно перемещения то есть транспорт когда активен в режиме дров этого не будет ну и касаясь полигрупп опять таки если зажать control shift кликнуть по полигруппе и замаскировать то получаем такой эффект control клик во вьюпорте тоже сегмент ну либо из этого режима можно замаскировать так а потом инвертировать не прибегая к сокрытию каких-то частей и таксу палитра маскинг что позволяет делать на самом деле очень широкий спектр возможностей первая кнопка которая активна control h сочетание клавиш показывает маску либо отключает ее видимость маска не перестает при этом действовать на модель просто она теряет видимость это пригодится для рисования сегодня посмотрим некоторые моменты control h на клавиатуре запоминаем hotkey inverse инвертирует маску по сути то же самое что control клик во вьюпорте clear очищает маску то же самое что control розчерк во вьюпорте mask all маскирует все что есть в сцене по сути control клик во вьюпорте blur mask блюрит control клик на замаскированную область шарпин маск шарпит ее control alt клик на замаскированную область и далее идут интересные параметры первый из них create альфа делает из этой сферы альфа причем она сразу попадает вот сюда в стек альф и какая важная особенность у модель должна быть и в развертка то есть такая квадратная виха на которую и ляжет черно-белая альфа в градациях серого об альфа говорили на прошлом уроке где-то здесь сейчас будет ссылка итак у модели должна быть и и проверить ее наличие можно вот здесь и вимп морфмап в данном случае она есть не совсем корректная конечно автоматически созданная вот если нажимать create альфа то видно что такая маска создается зубчатую структуру имеет zip-лагин идем uv-master и нажимаем unwrap идет процесс автоматической развертки все зависит от количества активных точек в данном саптуле по идее выше 150 тысяч 200 тысяч это потолок и выше он может просто повиснуть опять таки зависит от мощности машины лучше делать это на лоу-поле моделях то есть 132 тысячи это уже такой хороший митполь ближе к хай полю тем более для такой простой модели так процесс завершён а вот такая и у нас есть сейчас и маскирование здесь уже будет давать вот такой предсказуемый результат то есть здесь если сейчас рисовать какой-то более-менее понятный узор то видно что он сюда и передается и в любой момент ее можно использовать как альфу можно сохранить экспортировав и потом подгружать в качестве маски опять-таки на сложных моделях если удалось замаскировать какой-то участок ли там узор какой-то витиеватый то можно экспортировать альфа и подгружать ее потом для разных моделей ну и единственное что должна быть развертка унифицированная тогда у этих моделей будет иметь смысл сохранить этот тул отдельно сохранить уже с имеющейся ювишкой и потом в него же подгружать эту карту потому что она накладывается точно также появи автоматический алгоритм может не дать в следующий раз точно такой же ювишки как было здесь сейчас овальной формы идем далее есть большая кнопка mask by feature то есть маскирование с возможностями по очереди рассматриваем бордер это маскирование границы если модель имеет границы то есть она не замкнутая маскирование по этой границе и возвращение будет показывать только эту границу далее можно инвертировать и с ней как-то взаимодействовать то есть получаю уже вот такие области скрываем получаем нужную форму маскируем по границе видоизменяем следующее маскирование по группам здесь у нас есть поле группы если активно эта кнопка то маскирование будет происходить по границам этих поле групп и криз маскирование по кризом кризов тоже касались если есть какой-то криз фейковое ребро вот здесь проходящие то по нему и будет маскироваться этот элемент вот эти две кнопки grow mask и shrink mask они позволяют расширить маску сделать ее больше шлинг она позволяет сделать меньше эту маску но дальше можно отшарпить например получить уже такую вменяемую полосу с которой можно уже более интересно работать инвертировать и уже прибегать каким-то манипуляции так практически в один клик до создается маска и она будет абсолютно ровной одновременно использование этих параметров будет маскировать все перечисленные элементы здесь далее когда есть маска вот эта кнопка go to on mask центр переводит гизма манипулятора если move активировать например то он сейчас где-то вот здесь находится когда-то кнопка будет перемещать его в центр не замаскированной области если отключить 3d гизма и вот таким пользоваться манипулятором то здесь в режиме перемещения зажимая shift например можно вытягивать или по этой оси вверх следующий параметр маска just работает для нарисованной маски именно нарисованной кистью что он делает он соответствии с кривой и параметром блюра видоизменяет эту маску примеру так или вот так если теперь ее отшарпить то можно получить вот такой рисунок практически здесь также подруливая этим параметром можно это дело менять получать различного рода разводы но и так далее здесь по сути безграничные возможности опять-таки при настройке кривой и при этом параметре блюра и уже вот такую геометрию опять-таки в один клик можно получать следующий параметр mask by fibers это взаимодействие маски с шерстью шерсть волосы трава fiber mesh о котором мы еще поговорим сейчас вкратце коснемся не будем рассматривать если вы уже умеете работать с шерстью zbrush fiber mask будет использоваться маскирование по кривой вот по этой ниже то есть мы нажимаем на эту кнопку и соответствии с настройками ты кривой происходит маскирование и fiber and mask это маскировка тех волокон которые уже были замаскированы опираясь на профиль ниже а кривая этого профиля но она по сути такая же кривая как и все кривые сейчас все это дело не активно потому что нет как раз активной шерсти в цене а при активной кривой левая сторона это будет корень волокна а правая сторона это будет кончик волокна ну естественно настраивать нужно здесь в этой кривой чтобы рассмотреть следующую функцию воспользуемся такой примитивной модель кай созданная на скорую руку mask by ambient occlusion маскировка по окклюзии ambient occlusion это модель затенения по сути в тех местах куда не попадает свет особенно рассеянный свет если источник света рассеян это вот в таких местах куда этот свет попадать не будет но здесь вот шейдер отрисовывает его принципе видно вот эти места затенения и как раз ambient occlusion затенение в углах впадинах и прочих местах недоступны для световых лучей да так вот сейчас по сути быстрый процесс текстурирования в zbrush так зажму кнопку мыши на этой палитре здесь вот есть такой телесный цвет чтобы появился прицел и он взялся да по сути как пипетка вот так зажимая перетягивая можно любой цвет брать из интерфейса в том числе но нельзя брать за пределами zbrush так перетаскивай сюда fill object заливаю такой более-менее телесный цвет ровный у нас уже есть mask ambient occlusion сделает сейчас по умолчанию те параметры которые здесь есть процесс может быть длительным потому что большое количество точек чтобы процесс отменить можно нажать escape на клавиатуре и перейти на низкий уровень подразделения впрочем 130 это совсем мало вот 500 снова mask ambient occlusion и видно что вот здесь сейчас создается маска чтобы лучше увидеть отображение этой маски можно перейти настройки рендера и здесь поставить flat так как цветом уже залито сейчас вот здесь сзади кстати есть тоже небольшое углубление для примера как это отрабатывает этот момент окружен то есть вот эти места куда не попадает свет они у нас маскируются если инвертировать то маскируется все остальное и вот эти параметры отвечают за интенсивность и вообще за настройку этой окклюзии так если накручивать окружен интенсити и снова сделать то видно что более выраженный такой эффект становится если еще сильнее делать то еще более выраженный эффект для большинства моделей для мягкой окклюзии подойдет параметр 1 и 3 вот этот параметр scandist это максимальная дистанция которую покроет маска если накручивать то видно что вот так как бы расползание происходит и вот такое рассеивание как бы но для органических моделей параметр 035 вполне сгодится и последний параметр это масштаб затенения чем ниже тем меньше эффект этого затенения если ставить вот так то видно что сейчас вы практически нету для большинства случаев подойдет параметр в 90 его можно оставлять так маска готова все что нужно теперь это инвертировать маску и в этих местах уже проложить другой цвет скажем маску можно отключить чтобы видно было как тот или иной цвет будет отрабатывать я перетягиваю сюда и делаю этот же цвет но чуть-чуть другого оттенка то есть более насыщенный цвет fill object и видно что уже вот так сейчас все это отрабатывает то есть практически в один клик мы уже создали рельеф разницу по рельефу если цвета недостаточно можно еще сделать более гипертрофированным его но в данном случае вот так теперь можно выйти из плоского цвета и мы уже имеем вот такой такую текстуру по сути ничего вручную красить не пришлось маска здесь по-прежнему есть ее можно инвертировать например и уже для этой модели проложить другой цвет маску сбросить и видно что вот так теперь это работает я оставляю так маску сбрасываю вот такой эффект покраски в этих местах появился следующий параметр mask by cavity маскирование по углублениям с одной стороны похоже на ambient occlusion но ambient occlusion дает более мягкий такой результат как мы видели рассеянный cavity это все-таки такие углубления жесткие и для примера опять-таки воспользуемся генератором noise генератором шума и добавим шума на модель можно использовать плагин любого рода шум добавить в том числе например змеиную кожу щит вдруг ты очнулся идти можешь держи явление на самом деле часто падение этого плагина опять-таки идем по этому пути смотрим решение но из активен и обычно в ряде случаев зачастую падает при нажатии вот этой кнопки edit если нажимать zbrush бывает вылетает напрочь что делать в этом случае переходим вот по этому пути публичная папка пользователей документы версия zbrush и папка с конфигурационным файлом здесь есть файл zbrush custom ui size отвечающий за размер пользовательского интерфейса сейчас стоит 43 у меня стоит 43 обычно как раз в этом файле содержится проблема вот его можно переименовать добавить какой-то символ например единицу неважно какой но не кириллический же лучше цифру добавить и сохранить и в этом случае при нажатии вот на эту кнопку падение не будет происходить тем не менее сам плагин вот noise plug может вылетать и чтобы с ним работать единственный метод понемногу двигать вот эти ползунки не стараться зажимать сразу туда и сюда таскать а вот так понемногу кликами кликами перетягивать передвигать тогда вылетов не будет но сейчас нам этого не надо в принципе посмотрели только для примера здесь можно обойтись и таким шумом вот чтобы придать кожа какую-то фактурность и чтобы он заработал в полную силу его нужно применить и play to mesh все вот он этот шум применен к модели и вот такая фактурность уже есть так вот идем маскирование mask by cavity снова здесь есть кривая и параметр блюра блюр отвечает за размытие а кривая левая сторона вот этой кривой углубление правая сторона это ровная поверхность темная часть будет маскироваться светлая часть не будет маскироваться настраиваем ну по умолчанию обычно параметр подходит можно подруливать блюром и при маскировании возникает вот такая история но блюр я поставлю повыше скажем 5 и вот здесь интенсивность маскирования еще есть этот параметр тоже можно изменять то есть маска будет не такой явной при меньших значениях и не все впадины и вот так будут отрабатывать то есть видно что по мере увеличения происходит расширение зоны маскирования и в чем еще отличие от ambient occlusion здесь мы видели что ноздри они не маскировались при ambient occlusion при к вити они как раз таки маскируются как и должно быть то есть они должны быть темными и здесь автоматически они маскируются выбираем нужные параметры ну примерно вот так есть небольшие артефакты но время не будем терять можно поиграть с этими параметрами кривую потаскать посмотреть как будет отрабатывать пока оставляем так снова маску я инвертирую и заливаю это еще более темным цветом беру образец отсюда маску я снимаю вижу что очень гипертрофированный цвет такой поэтому снова беру образец отсюда и немного только опускаю цвет вот она разница филобжект и вот модель уже не выглядит такой однородной маску я сбрасываю вот эти места отключив zed зажатым shift можно сгладить за блюрить то есть shift он работает не только для геометрии но и для цвета позволяя блюрить какие-то места и вот такой переход уже получается и видно что вот в этих углублениях впадинах точно также присутствует цвет который мы проложили здесь конечно гипертрофированный шум для наглядности но лучше делать только намек такой небольшой следующий параметр mask by smoothness это маскирование от кривизны поверхности здесь сзади есть такая поверхность которая имеет четкие границы у этого раздела здесь два параметра раньше чем меньше значение тем уже маска приближаясь вот к этой линии кривизны и фаллов это спадение чем ниже значение тем глаже будет переход между замаскированными и незамаскированными частями ну здесь к примеру поставим 10 фаллов на 100 маскирование и видно что вот эти области которые являются кривизной по сути они маскируются сли фаллов сделать меньше а как бы вот это все съедается до граница она съедается раньше увеличивая можно получать большую толщину как бы выраженность но все равно фаллов здесь тоже играет роль и вот такую маску можно получать здесь кстати видно что тоже произошло маскирование и если к примеру опять перевести рендер во флэт то можно увидеть что это маскирование по сути она похожа на карту кривизны если маску инвертировать то вот так обычно выглядят карты кривизны но она черно-белая здесь уже есть цвет на модели поэтому воспользуемся другой сценой для наглядности по сути это сочетание мягкой формы и жесткой формы вот здесь сглаженная такая полированная поверхность и посмотрим как получать теперь карты кривизны первая ч карта конкавите конвексити можно слышать такие названия то есть карты кривизны которые используются в том числе и в браше и которые в основном используются для текстурирования других пакетах в игровых движках они могут использоваться для наложения и для текстурирования по сути так процесс получения рассмотрим два варианта если текстурирование будет проходить браши и если текстурирование будет проходить другой программе сделаем два варианта этих карт так для начала переключаем рендер во флэт чтобы увидеть плоский цвет у модели обязательно должна быть и в карта здесь она выглядит вот так включить сетку то можно увидеть да здесь она есть очень высокий уровень подразделения 1 миллион активных точек карта создавалась на низших уровнях подразделения об этом мы еще поговорим главное чтобы эта карта была у модели для которой создается карта кривизны потому что именно по ней она и будет создаваться и работать в дальнейшем переходим флэт и здесь оставляя по умолчанию запускаем этот алгоритм и вот видим что уже появляется маскирование да вот на острых поверхностях маскируются элементы здесь тоже на выступающих частях на ребрах скажем так острых они маскируются и здесь на выступающих частях тоже плавно и такое спадение очень хороший градиент даже сейчас если использовать на этой модели маску можно инвертировав ее уже задать какой-то цвет как мы это делали на предыдущей модели но сейчас не цель тем не менее если эту карту скажем так карту до использовать в браше и и сразу же можно сохранить как текстуру идем в раздел текст мэп здесь можно нажать кнопку нею текше сразу она становится активной здесь то бы не мешало можно и отключить и вот здесь в разделе create new from маскинг то есть создается текстура по образу того что было здесь все на такая черно-белая и нажимая сюда клон текше можно получить вот эту текстуру стыке дальше из нее можно сделать альфа а можно экспортировать это вариант сразу получить текстуру из маски то есть вот она черно-белая текстура и дальше ее можно будет подгрузить если маска сейчас не активно следующий параметр mask by color открываем текстура должна быть активна вот мыска интенсити теперь отключая текстуру видим что по-прежнему есть маска то есть это как бы способ сохранить свою маску а в текстуру ее можно использовать на следующий раздел маска альфа можно получать из альфа разные варианты есть предварительно только нужно сделать альфой чтобы из альфы получить и так это первый способ сюда мы можем ее быстро подгрузить как маску и по ней уже текстурировать такую текстуру нельзя экспортировать в другой пакет вернее экспортировать можно и в движок можно экспортировать но из-за одного недостатка из одного нюанса этого делать не стоит дальше о нем поговорим переходим сейчас ко второму способу делаю маскирование когда маскирование готова опять-таки можно настроить под свои потребности задача в том чтобы вот здесь где сейчас маска остались белые области все остальное должно быть черным или серым как работает но смотря какая карта нужно для курватуры в принципе хватит на курватура это название карты так в простонародье она называется для нее хватит и черного цвета по сути это будет маска которая будет закрывать всю модель оставляя только белые участки по которым можно накладывать генераторы различные потертости смотря в какой программе делается текстурирование и так вот это все есть залито цветом соотношение настроена здесь все настроено и здесь вот эти параметры подобраны в принципе можно делать несколько вариантов пример одну сделать такую в карту вторую сделать пошире чтобы эта граница была и разные эффекты накладывать таким образом несколько карт кривизны можно получать идем после этого color выставляем цвет черный и фил object заливаем всю модель черным цветом сбрасываем маску и вот она эта карта кривизны получается далее в разделе текстур можно уже сделать новую текстуру не из маски как мы делали до этого первый способ из поле paint из покраски вот сюда она попадает снова клоун текше и вот здесь она уже есть отсюда ее тоже можно экспортировать и снова это пригодится для текстурирования браши для текстурирования стороннем редакторе это карта не пойдет поэтому текстуры отключаю текстуры сейчас нет здесь тоже закрываю чтобы использовать текстуру в движке нужно перейти в плагин мульти на экспорту и вот здесь отметить текстура из поле paint текстура из покраски и вот этот основной параметр тот самый нюанс о котором говорилось так называемый бордер еще он называется паддинг то есть отступ от края текстуры чуть позже посмотрим что это такое допустим на 5 можно поставить 358 смотря какое значение нужно нужно это для того чтобы не было швов в другом редакторе том же движке не все координаты могут совпадать поэтому нужно чтобы для корректного наложения чтобы небольшой отступ был по краю текстуры здесь по необходимости можно флипнуть можно не флипать эту текстуру смотря как будет и где будет происходить текстурирование по оси в весь она будет развернута и настройки какие здесь есть во первых разрешение нужно выбрать и имя файла нажать для 8-битного изображения курватура она экспортируется 8-битном формате так как это простое черно-белое изображение и вот здесь в поле кликом можно указывать разного рода имя если в мари будет происходить текстурирование то нужно оставить ее дим то есть будет суффикс номера квадрата прописываться сюда текстура текстурного тайла нажимаем ok и здесь create all maps он предлагает на выбор места в том формате которым указали настройках плагина и посмотрим в чем разница между двумя вариантами экспорта то есть как экспортировалась обычная текстура которую можно использовать браша и как экспортировалась текстура через мультимап экспорт видно что вот этот паддинг по краю вот этот отступ то есть добавляются похожие пиксели на расстоянии в данном случае 5 пикселей так как поставили 5 пикселей то есть они клонируют себя вот эти крайние пиксели сами себя клонирует пять раз в данном случае пять раз если там поставить большее значение то больше раз они будут клонироваться и таким образом швы на итоговой текстуре в движке или где она будет использоваться не будут видны даже если небольшое расхождение по пиксельной будет этих швов мы не увидим и так это был еще один способ экспорта здание карт кривизны на какое-то текстурирование кстати тоже мы получили здесь примитивные черно белое изображение тем не менее она вот в оттенках в градациях серого здесь есть я же залью все это снова белым цветом и поставлю другой материал следующий параметр маскирует и впадины и выпуклые части раньше это среднее расстояние от впадины до пика и coverage это обширность этой маска распространение этой маски mask by color мы уже смотрели получить маску из цвета intensity более темной области будут маскироваться светлые оставаться без маски и маска по оттенку и saturation маска по насыщенности чем выше насыщенность тем больше маскируется геометрия будет она работать как из текстуры если есть текстура на модели так и из поле пэнта если просто есть цвета на модели ну и последний вариант маскирование по альфа если есть и в развертка и сохранялась альфа какая-то примеру если импортировать эту альфа сюда вот такое маскирование происходит ну то есть инвертированное здесь воздействие можно так сделать я можно инвертировать вот так здесь intensity сила маски замаскированных областях если интенсивность стоит на 100 процентах маска будет иметь такое воздействие если ставить меньше то уже вот такое воздействие на будет иметь и параметр blend это смешение с имеющейся маской если маскировать вот так то видно что перекрытие такое происходит если на сто процентов замаскировать то полностью перезапись этого воздействия и вот здесь когда маска уже есть можно какие-то значения и правки выносить то есть это не с alt работает маска обычное маскирование с control с alt будет вот такое вычитание происходить то есть интенсивность можно подкручивать и следующий параметр и play о юве добавляет маскирование к альфа или текстуре скажем вот такое есть маскирование и в эту область я хочу добавить еще маски раскрываю и play не здесь есть ползунок интенсивности как будет дописываться информация в альфа если сейчас посмотреть то здесь видно белый шлейф такой маска альфа и нажимаю видно что вот здесь он уже затемняется та область которая была то есть маску можно добавлять можно вообще вот эти вот вещи закрасить и вот эти маска альфа и видно что они перекрываются темными становятся если сделать интенсивность сильнее сделать то еще сильнее воздействие происходит здесь практически сливается можно маску и альфа корректировать прямо на лету через маску здесь одна неактивная кнопка mask тексты добавляет информацию к текстуре в подпалитре текстом если есть 10 текстура и она активна то становится активной вот эта кнопка и если закрашивать вот здесь сейчас я нарисовал маску то видно что та же самая история происходит здесь происходит закрашивание этой текстуры то есть также можно править и текстуру сразу на лету тоже через маскирование и теперь рассмотрим небольшие фишки при работе с маскированием скажем есть такая модель с небольшой толщиной если маскировать одну ее сторону то и вторая сторона по умолчанию точно также маскируется чтобы этого не происходило в палитре brush есть суб палитра auto masking и здесь зажимая control потому что если control не зажать то будет действовать для активной кисти зажимая control нажимая backface mask рисую маску здесь и на этой стороне ее больше нет работает это только для рисования кистью если мы будем делать так маскирование то все равно она будет проходить на другую сторону и в этом случае маску придется снять со второй половины модели следующая фишка которую мы можем использовать при работе с маскированием это маскирование на пересечении для примера активирую кисть вставки и вставлю примитив сферы у меша при этом не должно быть подразделений удаляю уровни подразделения вставляю геометрию сделаю его не таким круглым и утоплю в поверхности сбрасываем маскирование и в разделе z-plugin есть плагин intersection mask он и позволяет получать маскирование на пересечении двух объектов пределах одного саптула одна кнопка здесь есть всего нажимаем идет процесс все и теперь если оставить видимой сферу то видно что она получила маску как раз в месте пересечения если инвертировать оставить только плоскость то эта самая маска есть и здесь теперь ее можно немного расширить вот так инвертировать здесь и по оси z скажем углубить вот так и теперь активируя снова сферу маскирование можно сбросить чтобы сбросить и со сферы мы получаем вот такое аккуратное углубление важно при работе этого плагина чтобы геометрия была закрытой чтобы не было отверстий как до этого мы смотрели мешок для этого объекта не сработал бы этот плагин и также не должно быть уровней подразделения в обоих геометрии и они должны находиться в пределах одного саптула вот здесь с двумя саптулами это не работает далее если примеру применить noise такого рода нечто похожее на камень применить к мышу вот здесь у этого объекта недостаточно уровней подразделения было перейти к маскированию и выделить углубление кривую сброшу и к примеру если инвертировать теперь эти области то кистями сейчас можно получать дополнительное воздействие то есть усиливая если маску сейчас бросить то видно что вот в этих местах усиливается рельеф то есть такое быстрое маскирование по впадинам но как мы это уже делали сегодня то есть это еще один метод применения здесь конечно нужно больше подразделения поставить сейчас чтобы не ждать всего этого просчета алгоритм я думаю понять следующая фишка это экструд в режиме перемещение если сейчас замаскировать эту область инвертировать то перемещая к примеру вот этим манипулятором можно получать экструд о транспозе мы еще будем говорить подробнее но сейчас по фишке маскирования но если например не замаскировано ничего и активен этот переключатель то зажимая control и перемещая за гизма этого манипулятора можно получать полную копию полный клон этого объекта то же самое это будет с гизма 3d работать зажимая control сдается дубль если зажимать control shift и перетягивать за любую из ручек этого манипулятора то будет создаваться такое удобное маскирование кончики пальцев например все крайние объекты зажимая control shift разного рода маски то есть просто перетягивая за один из этих манипуляторов а вот эти манипулятором это уже не будет работать так но его мы еще подробнее коснемся и посмотрим методы работы с ним то есть сейчас классическим транспоз можно добиваться маскирование нужных частей же раз зажатым control shift вот так быстро можно замаскировать все кроме центрального камня и подытоживая два последних занятия альфа и маскирование квинтэссенция которые мы должны извлечь из этого всего есть альфа есть маска есть текстура текстуру можно конвертировать в альфа и конвертировать маски точно также маску можно конвертировать в альфа и в текстуру и различные методы они здесь интуитивные есть в каждой из этих палитр держа в уме то что есть взаимообратная конвертация используя вот эти интуитивные параметры по сути мы уже можем разбираться и в маскировании и в альфа и уже даже в работах с текстурами хотя текстурах мы еще подробно не говорили на этом данное занятие заканчиваем и до встречи в следующем уроке пока